Игорь, если позволите, давайте традиционно начнем с ситуации на фронтах. Как вы ее оцениваете, что происходит сейчас? Ну, можно оценить буквально одним словом, что ситуация максимально тяжелая. Если говорить более детально, сейчас все сконцентрировано, все усилия военные, российские, украинские, конечно же, это Донбасс, конкретнее Северодонецк, а еще более конкретно, это у нас попытка выйти в СРФ на обминграницы Луганской области и Донецкой. То есть сейчас все замаячили, снова заговорили о том, что пытаются подойти к Славянску. Кстати, боевики из Родлова заявили, что они якобы начали бои за Славянск на Табре, они туда не подходили еще к этому городу. Но это уже вбрасывают инфоповоды, то есть информационно, хотят об этом говорить. Вот, то есть у нас сейчас именно на этих участках самые тяжелые бои. Но нужно не забывать, что пусть они занимают основные инфоповоды СМИ, то есть Северодонецк, в основной сегодня, у нас и Донбасс шире, у нас юг есть, у нас есть Харьковское, Херсонское направление, есть Одесса с Бессарабией, есть, кстати, Киев, Беларусь, вот Север, все тоже регионы, где то или иной интенсивности боевые действия есть. Даже, кстати, Север Украины, где вот вышли, войска РФ были разбиты и вышли, известно, что авокации, обстрелы иногда и так далее. Вот, со стороны РФ, то есть границы, то есть это нельзя сказать, что это просто все, как бы исчезло. Вот, ну, это все у нас интенсивность, это действительно низко, а основной концентрация это Донбасс и Северодонецк. Игорь, вот Independent написала, что российские войска очень сильно превышают, мощности России сильно превышают украинские на Донбассе, вот по артиллерии там в 20 раз, по боеприпасам в 40 раз, и, ну, вот, те, кто связывается там с нашими на фронте, говорят, что их просто обстреливают денно и нужно, непрекращающиеся ведутся обстрелы. Вот, это очень классическая война, и я вот читаю периодически то, что вы пишете на фейсбуке, там много чего интересного вы пишете, вы интересно написали о том, что в силу эпохи ядерного оружия больше казалось, что вот таких конвенциональных войн не будет, но получается, что мы снова вернулись именно к вот этой ситуации. Это вообще война какого-то чуть ли не там, не Первая мировая, когда вот просто люди сидят в окопах и их обстреливают. Вот, как вы думаете, как это можно поменять? Поменяет ли эту ситуацию новое оружие? И что, в какой момент Украина может рассчитывать все-таки перейти в какую-то асимметричную войну с Россией? Потому что сейчас эта война, которая идет на Донбассе, она очень выгодна России, потому что она понятна для нее. Ну, по крайней мере, мне это кажется, поправите мне. Ну, только ставлю небольшую ремарку, что Independent принадлежит Евгению Лебедеву, который является сыном Александра Лебедева, который является российским олигархом, полковником КГБ, и он входит в Советы по внешней оборонной политике, РФ и так далее. То есть, я видел эту статью, это бредо, скорее всего говоря. То есть, там классическая смесь правды-неправды, такой микс. Когда вы подаете правду с неправдой, сперемешанную в кучу, вам трудно потом вычленить и понять, где вас обманывают. Так что я бы рекомендовал не обращать внимания на Independent, потому что написано это и ПСО от России, фактически. Кстати, интересная ремарка, что на РИА Новости опубликовали это буквально сразу после того, как научен Independent. То есть, работники СМИ не могли успеть за это время коротко вчитаться, понять. То есть, это все было заготовлено, заранее опубликовано. Но возвращаясь к вашему вопросу, и да, кстати, насчет артиллерии, действительно, артиллерии у России больше. На конкретных участках, где их концентрируют, это отдельная проблема, и про нее можно отдельно поговорить. Но возвращаясь к теме конвенциональных войн и так далее. Война, которая сейчас происходит, она конвенциональная. Что конвенциональная война? Конвенциональная война, это когда у вас танк против танка, самолет против самолета, корабль против корабля. Да, у вас может быть меньше самолетов или меньше танков, но это не превращает войну в неконвенциональную. Это неконвенциональная война, когда у вас против танка смертник, против самолета вы уходите под землю, туннели строите, а против каких-нибудь спецназа и флота мощного вы строите терроризм, прикрываете живым щитом граждан, поднимаете народное восстание. Это неконвенциональная война, асимметричная. Здесь война у нас и симметричная, и конвенциональная, хотя Украина во многих аспектах отвечала асимметрично, но это тоже можно отдельно разбирать, это тема большая. Но у нас действительно это конвенциональная война, которая не видела таких войн давно, по какому штабу особенно. Современные войны это или такие тупики, такие как были, например, Ирано-Иракская война, которая была очень тупиковая, или у нас они быстро заканчиваются, как Пакистан, Индия, потому что ядерным оружием обзавелись у государства, или скоротечные были, это было уже 40-50 лет назад, арабо-израильские войны, Египет, Израиль и так далее. Или это операции, по сути, по избиению, то есть операции, скажем, современных стран НАТО где-нибудь в Ливии или в Ираке или в Иране. Ой, не в Иране, по преду оговорочка, потому что Израиль планирует с Ираном воевать. Так вот, в Ираке или где-то еще, или вот Турция проводит свои тоже операции, кстати, и в Ираке, и в Сирии, но это все операции именно. То есть тут как раз огромная асимметрия, и это, по сути, да, асимметричные войны, и во многом не конвенциональные. А здесь у нас война как автор мировой, у нас танковые двигаются дивизии, у нас есть целые бригады, у нас есть вот фронты, у нас есть все, как когда-то, авиация, попытка завоевать господство в воздухе, воздушные бои, сражения, такого давно никто не видел. Израиль в последнюю очередь у него воздушные сражения были с Сирией в конце 70-х, начале 80-х над Ливаном, с Ираканскими высотами. И это было, получается, ну сколько, когда уже 30-40, практически 30-40 лет назад, вот эти 30-40 лет хваленые израильские ВВС не вели воздушных боев, а здесь у нас воздушные бои и так далее. Вот, поэтому многие аналитики и эксперты, кто говорили, что такие войны ушли, и больше таких войн не будет, оказались неправы. Оказалось, что мы находимся в реальности, где действительно может происходить война одного государства, где десятки миллионов граждан, с другим государством, где десятки миллионов граждан, которые не являются операцией, не являются избиением. Это действительно война, которая затягивается. Четыре месяца это немало, у нас четвертый месяц идет, которая не является однозначной. То есть нельзя сказать, что вот это операция, где сильно бьет слабого. То есть не очевидно, что Россия победит, я уверен, что она не победит. И Украина пока еще не победила. То есть, конечно, можно надеяться и желать победе Украине, я желаю победы Украины. Но пока она не победила. То есть у нас такая ситуация для стороннего наблюдателя, скажем, западного наблюдателя или кого-то, что у нас идет противостояние. А противостояние в таком периоде растянутого времени, это в том числе противостояние, даже не в том числе, а в первую очередь, экономике тылов. Экономика России, понятно, что с ней санкции зажимают. Тыл – это огромная территория России, плюс щит ядерный, который дает им иллюзию того, что их никто не тронет, никто не был там бомбить, москву и так далее. А Украина, тыл – это западный мир, Европа, страны-друзья, такие как Польша, Чехия, страны Балтии, или близкие союзники, или те, кто готов продавать оружие, например, поддерживать, или дипломатически поддерживать, или гуманитарно поддерживать. В том числе ремонтировать, чинить технику и так далее, и так далее. Лечить бойцов украинских. То есть, вот, это много кому не понравится, но это по факту получается так, что у нас противостояние двух миров происходит. Западного мира, который поддерживает Украину, и Россия консервативной автократии. Которая как раз, если мы посмотрим, с кем она пытается в мире дружить, это тоже всевозможные диктатуры, то есть, это там от Китая до всяких, Венесуэл, Сирия, ну, или поддерживают диктатуры, вот, Сирия, Беларусь и так далее. Вот, африканские страны, где тоже, как бы, с демократией, мягко говоря, все очень плохо. Вот, и такое противостояние систем, экономик, тылов, то есть, огромных масс, растянутых во времени, да, мир такого не видел. С этим, кстати, во многом связано, почему такие неоднозначные реакции, потому что никто не ожидал, никакие фингтанк-группы и никакие аналитические центры не делали никаких прогнозов, как можно будет воевать в такой ситуации, потому что считалось, что, а, войны не будет, а, б, если она будет, то Россия моментально быстро победит. Вот, давайте вернемся к тылам, раз уж вы вспомнили о тылах, и вспомним поставки оружия. Как бы вы сейчас, как сам военный человек, оценили, что с поставками оружия, потому что был Рамштайн-1, Рамштайн-2, приближается Рамштайн-3, но и украинские военные, и украинское политическое руководство говорит, что с оружием проблемы, и со снарядами проблемы, и со всем проблемой. Что происходит? Если Запад понимает, о чем идет речь, то почему поставки задерживаются, и война, она же не просто оппозиционная, где там разошлись, заняли свои позиции, и так легкая какая-то слабая интенсивность, да? Война-то совершенно в горячей стадии. Что происходит? Как вы это, как военный человек, оцениваете? Уже идет. Кстати, Резников упомянул, что установки короба самоходные, они уже в Украине, уже работают. Вот. Проблема с оружием в другом. На том, что когда война, как я упоминал, такой интенсивности, растянутая во времени, с участием огромной массы, от живой и мертвой материи движения, вам нужно, чтобы это оружие шло беспрерывно. Вот Ленд-Лиз, если мы смотрим на Ленд-Лиз, который был во время Второй мировой войны, там логика была не такая, что мы сейчас Советскому Союзу дадим тысячу танков, 50 самолетов, не знаю, десятки тысяч тонн чего-то там, и вот они победят нацистскую Германию. Это не такая логика была. Он ушел беспрерывно конвейером до момента, как Германия будет уничтожена нацистской. Здесь должно быть то же самое. Логика должна быть не такая, что вот здесь нам дали какие-нибудь М109 Гаубицы, 20 штук, какие-нибудь Хаймарсов дали столько-то штук, столько-то там танков дали, поляки вот несколько сот танков дали. Логика не такая должна быть. Те, кто хотят поддерживать, они должны запускать у себя экономики и мощности, и потоково поставлять Украине это вооружение. До момента, как Российская Федерация будет разгромлена и выгнана с одной границей Украины. Ну, это вот цель, которую ставило украинское руководство, как цель победы. И только тогда поставки вооружения должны остановиться, и только тогда ленд-лист должен остановиться, и Украина должна выплатить, вернуть. Ну, ленд-лист-то как, вы возвращаете то, что у вас не уничтожено, то, что уничтожено, выплачиваете. Так вот, в этом проблема. Не в количестве, а в том, что это должно быть потоково. Но Запад, как я уже упоминал, не готовился к такой войне. И экономики, и ВПК не были настроены на то, чтобы выпускать, перестроиться и выпускать вооружение именно вот так вот, конвейерами. И это большая проблема. То есть, это проблема, которая признается. Она не только звучит с Украиной, это и на Западе, и аналитики говорят. Кстати, к слову, участвуют многие голоса. Казалось бы, людей адекватных, выменяемых на Западе, что эту войну нужно как-то все-таки заморозить, или как-то все-таки договориться с Россией, чтобы они сохранили лицо. Оно связано в том числе и с этим. Они понимают, что альтернатива – это война еще на долгие месяцы, а возможно годы, где надо было, чтобы весь Запад перестраивался, включая экономику и социум, на вот эту потоковую поддержку оружия. Они понимают, что это дорожка туда, куда пути обратно уже не будет. С этим связаны очень большие многие страхи. И тут очень много аспектов есть. Это в том числе и для имущих классов. Потому что это, например, возвращение прогрессивного налога, где его нет, или повышение ставок и так далее. Это чтобы иметь ресурсы для запуска военных конвейеров и так далее. Ну, то есть это огромные аспекты. То есть понятно, почему какие-то там группы интересов, они понимают, что война – это очень дорого. Это бесконечно дорого, это безумно дорого. Дороже войны, наверное, космоса, освоение космоса и все. И именно отсюда и эти голоса идут. То есть это не потому, что стали апологетами Кремля все поголовные и так далее. Хотя и такие тоже есть. А потому что есть понимание, что поддержка Украины – это не просто дать 100 танков и сказать, ну все, мы свое сделали, и завтра Украина победит. А это действительно включится в эту войну тылом, экономикой. Именно на потоковом уровне. То есть, Игорь, из того, что вы сейчас сказали, я правильно понимаю, что вот те поставки, которые есть, разрозненные, иногда там ситуативные, что это совершенно не имеет никакого отношения к реальной победе в войне. То есть тогда страны должны четко определиться, что они должны запустить свой ВПК, профинансировать это и активно помогать Украине. Но для того, чтобы запустить этот ВПК, для того, чтобы начать производство, а оружие, я так понимаю, производится достаточно долго, то на это же тоже нужно какое-то время. Но я не знаю. То есть это априори затягивает тоже войну на очень долгое время. То есть означает ли это, что даже при лучшем раскладе, если Запад решится тылом включиться в эту войну, то война будет длиться еще, условно говоря, год. Потому что полгода нужно только, чтобы произвести это оружие. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мы знаем, что США действительно запускают все эти мощности для производства как раз вооружения для Украины. Это известно. Это действительно займет время. Не просто так. Поэтому, например, начальник ГУР Буданов говорит, что война будет минимум до конца этого года. Ну, как минимум. Не просто так излучивается... Ну, кстати, Подоляк об этом говорил, и не только что. Ну, война надолго. Очевидно, что война надолго. То есть до конца этого года как минимум. Ну, она зимой что замораживается. Так как зимой сложно очень вести боевые действия. Поэтому интенсивность боевых действий может упасть. Ну, и тут запросто мы попадаем в 23-й год. И тут я напомню, что акт о Лен-Лизе, он затрагивает и 23-й год. Не только этот год. А акт затрагивает и 23-й год? Это интересно. И 23-й год, да. Ну, это акт не на месте был. Это не акт, это не штучно. То есть это не акт, что вы доставляете там 100 хаймарсов и все. И на этом как бы ваше дело сделано, до свидания. Это не так. Он затрагивает следующий год. И это говорит о том, что как раз производство, экономика, ну, все будет. Ну, просто нужно понять украинцам, что война надолго. Ее интенсивность может понизиться. Как, например, для одесситов или, скажем, жителей Николаева интенсивность понизилась. Там обстрелы и гибли люди недавно было. И по Одессе прилетало к жилому дому. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь обесценить тех, кто погибли или тех, кто чувствует опасность. Но, скажем, эта интенсивность меньше, чем когда войска РФ были под Николаевым и пытались его обойти, окружить. Но понижение интенсивности не означает, что окончается война. То есть она будет уменьшаться и на каких-то боевых участках возрастать. Война – это концентрация огромных усилий. У вас просто нет сил концентрировать их вот всюду. Поэтому они концентрируются на одном какой-то участке. Сейчас это Донбасс. Мы не знаем, где-то будет. Ну, следующий этап. Это будет у нас юг. Это у нас будет более польское направление. Это у нас будет херсонское направление. Это у нас будет харьковское основное направление и так далее. Вот. Ну и Донбасс снова же его освобождать надо будет. Поэтому его будут освобождать. Но это было сомнений никаких нет. Что это не то, что вы сейчас отбились. Россия остановилась и все. На этом все конец. И конец войне – нет. То есть война, ну, очень долго. Это просто нужно тем, кто не уехали и остались в Украине, морально вот так настроиться, готовиться. То есть перестроить свое мироощущение. Я не знаю, как сказать по-другому. Ну, просто принять этот факт, что война надолго. Игорь, если позволите, я хочу вернуться еще к внешним факторам военной России с Украиной. И в этом смысле хочется вспомнить новую операцию, которую Эрдоган хочет начать в Сирии. Потому что, поскольку я не являюсь военным экспертом и глубоко не разбираюсь с теми, но очень хотелось бы разобраться, да, что происходит между Турцией и Россией. Какие, насколько совпадают интересы Турции и России, скажем, в Сирии. Насколько военная операция в Сирии может стать поводом для переговоров между Западом, теми же Штатами и Россией. Насколько это может повлиять на вот ситуацию в Украине. Как эти две война России против Украины и там операция Эрдогана в Сирии могут быть связаны, могут изменить ситуацию в Украине. Помогите немного разобраться, да, и вообще с тем, что там происходит в Сирии, тоже же интересно. Потому что когда-то, когда-то мы говорили о войне в Сирии, как об очень далекой войне. Мы говорили о ней, но она была где-то далеко. Сейчас такое ощущение, что она все-таки тоже уже где-то близко, потому что много чего связано. У России и у Турции есть общий интерес в Сирии, это чтобы американцы ушли из Сирии. Потому что они там мешают и теми тем. В Сирии идет сложная гражданская-прокси-война. Уже сколько лет? Десять, наверное. Вот. Почти. Очень долго. Полмиллиона погибших. Возможно, больше. По заявлениям мониторинговой группы, по правам человека и ООН. Теперь, в России важно сохранение режима Асада. Они сохранили с 15-го года его режим, который был на волоске от падения. В Турции важно, чтобы этот хаос был контролируемый, потому что у них фактически под их боком находится. Плюс режим Асада, это не тот режим, который они хотели бы видеть. Плюс там есть туркоманское население, которое выступает его защитниками. Плюс у нас есть курды, которые именно курды-апочисты, движения апочистов, рабочих партий Курдистана, и не только еще много. Которые считаются для турков террористами, с ними ведется война. Плюс это противостояние суннитов и шиитов в Сирии. И нужен этот баланс сохранять, количество суннитов и шиитов, чтобы это все у вас не выплеснулось снаружи. Это отдельная тема большая. И вот это все интересны, как минимум. Потому что есть еще ВПК и так далее, которые преследуют Турция. Мы напоминаем еще Иран и Израиль. Это огромный мешок с котами, которые дерутся с Сирией. Сколько котов не вытащи, еще куча котов останется в этом мешке. Теперь Эрдоган действительно заявил об этом. Это не новое. Он еще до этого оглашал идеи создания буферной зоны. То есть несколько километров вглубь, десятков километров вглубь продвинуться на севере Сирии. Где будут находиться какие-то контингенты турецких войск. В основном прокси-силы всевозможные. Это национальная сирийская армия, которая поделена на легионы. Это все прокси. То есть это все вооружается, поддерживается турками. И будучи как прокси, то есть лояльными частями, этот регион, буферный озон, становится таким поясом безопасности. Естественно, режим Асада в этом не заинтересован. В этом не заинтересована Россия, которая рассматривает как режим Асада легитимной властью с единой неделимой Сирией. Но, как я уже упомянул в самом начале, есть еще американцы, которые там не нужны не туркам, потому что они помогают курдам, а курды террористы для турков. И, естественно, американцы не нужны Асаду и россиянам. Вот здесь у них сходятся вместе интересы, если какие-то интересы вообще есть. Ну, плюс наверняка, чтобы этот хаос оставался контролируемым. Я думаю, это тоже общий интерес есть и Эрдогана, и Путина. То есть, если этот хаос будет выходить из-под контроля, как это, например, с ИГИЛ было, появление ИГИЛ и расширение, это идеальные примеры такого хаоса, который полностью вышел из-под контроля больших игроков. Так вот, если что-то такое появляется опять, то я уверен, что опять у нас будет какая-нибудь встреча в Сочи и Эрдогана Путина, и быстрые договорники, что и как там делать. Вот, поэтому, как я уже сказал, операция-то не новая. Просто сейчас Эрдоган решил воспользоваться слабостью России, плюс тем, что все ее внимание, силы и усилия, они в Украине. И занять там еще два региона, как минимум, Тель-Абьяд, есть такой Манбидж, городочки, где находятся как раз курды, ну, не только, там есть и арабское ополчение, там и асадиты есть, там опять же целый микс, как это часто в Сирии бывает. Вот их занять. Говорят, что к этому готовятся, говорят, что все-таки там они что-то с Россией договорились, говорят, что они не договорились, говорят, что Эрдоган начнет, смотрим. Вот, в любом случае, обстрелы там постоянно происходят, какие-то стычки постоянно происходят, так что, понимаете, города занять, увидим, по большому счету, ничего Эрдогану не мешает, ну, помимо сопротивления курдов, арабов и, кстати, режима Асада. И, кстати, вот курды из сирийских демократических сил, они недавно с Асадитами, с Асадом режимом договорились о взаимоподдержке, ну, в военном плане, по обороне. Если Эрдоган попрел все-таки турецкая армия и прокси турецкие, то они будут вместе коллаборироваться и сражаться. Поэтому наблюдаем. Вынуждены ли будут Штаты вмешаться во всю эту ситуацию? И по поводу России тоже, вот, писали какое-то время назад, что она вывела войска или активную какую-то большую часть войск из Сирии. Не знаю, правда это или нет, как это там сейчас выглядит, расстановка сил-то в Сирии. Американцы вывели. Американцы вывели части, но американцы находятся у нас, вот, если Сирию рассматриваем, то ее северная, северо-восточная часть. В северо-восточной части там нефтяные поля, вот там американцы сидят. И там, кстати, курды, и плюсы на выпуске ополчения. Пустынная, это, по-моему, бедуины, всякие кланы бедуинов. Так вот, американцы там сидят, контролируют, плюс на границе с Ярданией, там есть небольшая такая база, главы, где американцы там сидят. Ну, морепехи, плюс там поддержка авиации, всего. Если туда-туда сунуться, вас сразу американцы и разнесут. Как это было под герезором, где ЧВК Вагнера пытались занять какой-то нефтяной заводик, и их просто всех там, как коровый языком, смела. Под 200 человек, говорят, вагнеровцы, было убито. Просто покрошили самолетами, вертолетами, всем подряд. Так вот, если куда-нибудь вот сунуться в зону ответственности американцев, да, они нанесут удар, конечно же. Ну, как самооборона это назовут, скажут. Ну, это и будет самооборона, по факту. Вот места, которые я упомянул, там американцев нет. Нет, они суваться-то не будут. И там, тем более, ничего нет. Ну, в Монбильже нет ни ресурсов, ни нефти, ничего. Ну, то есть, зачем там, чем-то нужно заниматься, зачем там быть. То есть, пустыны, регионы, ну, с никакой инструктурой, даже по населению, большинство там беженцы. То есть, там даже, скажем, человеческий ресурс, его фактически тоже нет. То есть, для чего нужно Радогану, опять же, буфер? То есть, он тоже там не преследует какой-то там добыча ресурсов, или какие-то кадры уникальные, или какие-то вот инфраструктура сложная. Радогану просто нужен буфер, огромный буфер, чтобы в саму Турцию не пришла война. Просто это в СМИ почти не озвучивалось, и про это вообще забыли. Вот вы говорили, что Сирию как-то забыли. А есть тема, которая вообще ее не то, что забыли, ее вообще не говорили. В 2016-2017 году была попытка почистыми поднять восстание большое вооруженное прямо в самой Турции. Вот в курдских районах, где как раз плотно курдское население проживает, десятки миллионов курдов. Которые к Сирии прилегают? Которые к Сирии, да-да. Курдистан, это же Иран, Ирак, Сирия и Турция. Так вот, в Турции самая большая часть курдов, что-то 40 миллионов, я не проверял последние данные. Ну, десятки миллионов. И там прямо было вооруженное восстание, прямо вооруженные герилья, то есть партизаны и так далее. Была контртеррористическая у них операция. Там целые города в города ввели танки и так далее. То есть, ну, турки посмотрели, сказали, ну вот, как бы, война пришла к нам сюда, в Турцию, поэтому мы, давайте, придем туда, в Сирию. Пусть там они воюют, будем там ввести эти боевые действия. Вот. То есть, да, идея Эрдогана, это просто буфер. Буфер и контролируемый хаос. Вот. Американцы, как я уже сказал, только если только к ним сунутся, там, где они находятся. Игорь, вот мы часто говорим, что если война надолго, а вы сами сказали, что война может затянуться надолго, с разной интенсивностью, то многие стали говорить о том, что мы должны стать как Израиль. И очень часто повторяли это, да, как мантру. Мы должны стать как Израиль. Ну, я говорила с израильскими экспертами, они сказали мне, что, рассказали, что быть Израилем очень сложно. И не всем, живущим в Израиле, нравится быть Израилем в том понимании, в котором мы это понимаем, да. Но, тем не менее, вот если бы вы сравнивали то, что происходит там в Украине и то, что происходит с Израилем, видите ли вы в этом какие-то параллели, да. И вот очень интересна позиция Израиля в этой войне, она особенная. Как бы вы ее тоже прокомментировали? Я знаю, что я строю ремонт, что сложно, как мне кажется, не Израилем быть, а сложно Украиной быть. Потому что Израиль поднимает самолеты и разбомбил ядерный реактор в Ираке. Потом поднимает самолеты и разбомбил ядерный реактор в Сирии. Это реальная ситуация. А вот Украина быть сложнее. И та ситуация, которая сейчас находится у Украины, потому что штабная война, она же не имеет прецедентов и ничего похожего. Это не война с террором, это не ограниченные войны, это не операции, какие-то, по-моему, штабная война. Я не люблю вот это сравнение быть как Израиль и так далее, потому что разные абсолютно реальности. Просто часто, когда говорят про Израиль, имеется в виду милитаризованное общество. У вас есть много других примеров милитаризованного общества. Нужно понять, что милитаризованное общество Израиля образовалось не в силу вот развал Советского Союза, появилось государство Украины, в котором мирно жило, и потом вот так ей навязали войну. Из-за своего выбора политического, то есть в Украине был Евромайдан, Украина выбрала западный путь развития, и Россия решила это просто войной. Сначала ограниченный Крым и Донбасс, а потом полномештабный, через 8 лет. Израиль образовался с нуля, его построили, и он был не просто какими-то политиками, он построил фанатиками, он был построен революционерами, он был построен боевиками, террористами. То есть он был построен людьми, которые считаются преступниками обычно в мире. И тогда, да, для Англии, для Британии они считались преступниками, а до этого для турков, османов, которые владели Палестиной, тогда биографической. Вот, то есть он построен фанатиками-подпольщиками. Кстати, первые элиты Израиля, которые еще и являлись фанатиками-подпольщиками, они так себе называли, они говорили, мы не политики. Минахен Бегин так и говорил, они из Махтарот, я подпольщик, я не дипломат, не политик, не технократный какой-то государственный муж, боевик. То есть я умею хорошо убивать, пытать, воевать и так далее. Строить козни, проводить операции, воевать, когда ты слабый против сильных. Это их логика, центральная главная была. Минахен Бегин у себя писал, у нас там тысяча есть еврейских боевиков, а Британия владеет всем миром. Мы не можем победить в прямой войне. Как победит вот эта тысяча еврейских боевиков в огромную Британию? Никак. Только чем? Асимметрия, террор, повстанчество и так далее. Вот, поэтому это разные абсолютно реалии. В Украине, да, была своя тоже традиция повстанчества, там в свое время, ну еще даже 19 век, на самом деле, и раньше, потом у нас это и Махновщина, и это и УНР, потом это у нас и УПА и так далее. То есть у нас, ну, есть эта традиция, но как бы все-таки не эта традиция завоевала украинское государство, она просто образовалась в ходе распада Советского Союза. Ситуации разные абсолютно. Плюс в Израиле есть ядерное оружие, у Украины нет ядерного оружия. То есть Израиль может позволить многие вещи, которые Украина не может в силу этого позволить. Израиль, например, постоянно наносит удары по Сирии, преследует свои интересы по иранским объектам. Остается, в основном, безнаказанным, как раз в силу обладания ядерным оружием. В Украине, мягко говоря, сложно двигаться. В Израиле население является, это является еврейское государство этнически, это не гражданское общество. Точно, как в Украине, это гражданское общество. То есть украинец, это гражданство. То есть вы получаете гражданство, вы являетесь украинцем. Не определяется украинец, там, только строго по матери и так далее. В Украине религия отделена от государства. В Израиле не отделена от государства. Это напрямую влияет на все. От армии, которая там регламентирована, кашрут и не только, суббота, сполюдение, до социума жизни. И можете бесконечно проводить такие различия, которые очень кардинальные, большие. Поэтому, если возвращаться обратно к подходу милитаризации, да, у Украины нет выбора. Она сейчас находится фактически уже в пути, на рельсах милитаризации. Вопрос, как это будет происходить? Сейчас у нас военное время в Украине, у нас были волны мобилизации, у нас идет перевооружение армии. Если война надолго, то это работа с поколениями, это работа с молодыми душами. Это была работа с теми, кто сегодня 15 лет, 16-17, и которым они становятся совершеннолетними буквально через год-два-три. Очевидно, что через год-два-три Россия никуда не исчезнет, а значит, никуда не исчезнет война. А значит, нужно с этими людьми, молодыми людьми работать. И если Украина хочет, чтобы она сохранилась именно как государство, как нация, как политическое образование, потому что если с ними не работать, они постараются как-то все-таки уехать. А если вы им закроете ворота и не дадите им уехать, и просто будете грести под мобилизацию, не проведя перед этим работу, то это ничем хорошим не закончится. В Израиле, потому что каждая молодая душонка, когда она становится плюс-минус совершеннолетней, она понимает прекрасно, зачем это все надо. Вам не нужно объяснять 18-летним или 20-летним, почему чего-то в стране не хватает, почему что-то не так, как хотелось бы, или как вот в Израиле есть такое смешное, расхожее выражение «Израильный Швейцария». Это не просто так, не просто какими-то Швейцарию выбрали. Почему многие люди, которые не в теме, они скажут, почему не Скандинавия, мало хороших стран в мире, почему не Швейцария? А потому что важное государство, образующий элементом Израиля является армия. Она фундамент. Армия в Израиле это фактически государство в государстве. Так вот, израильская армия построена по швейцарскому образцу, напрямую. Это не скрывается, это прямо подчеркивается. Игалий Ядин это второй военачальник израильской армии. Он в конце 40-х, в конце 50-х, поехал в Швейцарию и прямо списал, взял модель израильской армии, чтобы создать цехал. Сформатировать его, то есть он уже был. Первый был Яков Дори, военачальник, а вот у него был Игалий Ядин. Игалий Ядин, он как раз взял Швейцарии. И говорят сегодня критики, ну вот вы взяли артист в Швейцарии, почему вы не взяли Швейцарии, уровень жизни и так далее, всякие другие элементы. Почему мы не стали процветающей маленькой банковской страной? Это такая ирония, ирония внутри Израиля самого. Поэтому все прекрасно понимают, почему армия взята швейцарская, а уровень жизни не взял швейцарский. Стиль жизни подходит. Поэтому, мне кажется, здесь нужно и Украине. То есть Украина может запросто взять какой-то элемент один, вот как когда-то Израиль взял в Швейцарии. И не обязательно кстати из Израиля, ну я не против, если что. Но взять какой-то элемент, но нужно не забывать, что свой национальный колорит и уникальная история, она уникальна, и это не Украина должна учиться, как быть Израилем, а Украина должна учиться, как когда тебя весь мир похоронил, а ты смог вопреки всему выстоять. Когда все лидеры мнений, ну не все, но большинство и специалистов и так далее говорили, что Россия быстро расправится, и такие вот два или три дня, вот и так далее. А ты смог, то нужно всем говорить, смотрите, мы Украина, мы смогли, учитесь у нас, будьте как мы. А не думать постоянно, вот блин, мы Украина, надо у кого-то поучиться, надо быть как Израиль. Нет, я как раз наоборот всегда говорил о том, что гордитесь этим, наоборот, говорите другим учиться у вас. Игорь, вот о железном куполе, конечно, нужно поговорить, потому что вчера украинский посол в Израиле сказал, что мы хотели бы тоже иметь такой железный купол. Вот давайте немного о железном куполе, может ли железный купол помочь Украине, и как он, как можно его получить, или нельзя его получить, как он производился, как он появился, может быть какую-то историю расскажете вот появление этого железного купола, потому что это интересно на самом деле. Это тема на самом деле для меня, потому что моя воля, я бы и железный купол и что угодно бы передал Украине, так как мы все симпатии на стране Украины. Но важный момент, должна произойти встреча между, как говорят журналисты израильские, встреча между министром обороны Украины Резниковым и Бенни Гансом, министром обороны Израиля, как раз по теме вооружений. До этого было как раз то, что вы упомянули про железный купол. Я почти уверен, что будут как раз на это обсуждать. Пока они не встретились и не поговорили, это у меня было закрыто вопрос, то это все просто спекуляции. Но мне есть что рассказать. Зелезный купол, его нужно понимать, что он сделан, был во многом под реалии Израиля, Израиль это Киевская область, крохотный регион. Он работает там сто, сто пятьдесят километров покрывает всего. Это не С-300 какие-нибудь и так далее. Теперь, если у вас такие системы есть, вам надо их много. Много систем, это, ну, это много систем, это не то, что дорого, это просто у Израиля, он столько не производит, то есть надо сделать заказ, израиль начал их производить. Потому что у Израиля не всегда есть достаточно железных куплов, чтобы где-то их закрыть, какие-то участки. Когда мы слышим о закупках железного купла в мире, это не то, что кто-то себе, опять же, их как пирожки потоково покупает, это покупает или радар, или очень конкретно вот ограниченную установку, например, на корабли поставить. Есть, это называется, морской купол, это вариант железного купла. Если не швать, по-моему, морской купол, по памяти какой-то. И вот американцы ведут с Израиля переговоры о его закупках и так далее, для, например, кораблей поставить его там. Вот, то есть это точечно, это не для того, чтобы там покрывать побережье США, защищать от чего-то, гипотетически. Вот, а если мы слышим про Ассербайджан или другие страны, то это речь идет о радаре, потому что железный купол, это есть отдельная ракета, которая сбивает ракеты, а есть отдельный радар, который это умеет засекать и обнаружит. И вот часто, когда речь идет о железном куполе, речь идет о радаре. Чтобы только засекать, да? Да, только засекать, а с другими системами воздействовать. Это хороший радар, который обнаруживает и вычисляет. То есть он вычисляет баллистику этой вот уражеской ракеты, где, когда, в какой точке. Опять же, это такой технический данный, которых у меня нет. Я не технар, я не инженер, я не могу более чем это добавить здесь. Так вот, мы не знаем, что именно Украина имела в виду, когда говорила под закупкой железного купола, она имела в виду всю систему, то есть и ракету, и радар. Или только радар. Ну, очевидно, что не только одну ракету, потому что ракета без радара бессмысленна. Так вот, или только радар, или ракету и радар. И для чего? Видимо, для защиты каких-то конкретных ульяной участков, потому что, опять же, это 150 километров. Ну, говорят, что есть версии, там хотят до 200 увеличить и так далее, но это все так на уровне СМИ. Закрытие Киева, закрытие каких-то объектов, ядерных объектов, станций. Опять же, это вот министерство обороны, видимо, владеет такой информацией, зачем им нужен железный купол. Но закрытие всю Украину невозможно просто физически, опять же, это очень точечно. Израиль закрохотный, опять же. Поэтому это не палочка-выручалочка, вот завтра Израиль одобрит продажу, Украина послезавтра купит, а послезавтра вся Украина будет закрыта. Нет, так не будет. Ну и, конечно, очень хочется услышать ваш прогноз на ближайший, скажем, месяц, как могут развиваться события, какие направления вам кажутся более устойчивыми, какие более опасными. И вы вспоминали даже Беларусь, северное даже направление, да, мы тоже об этом вспоминаем, потому что вот по последним данным Лукашенко там хочет удвоить армию, ну, почти удвоить, там, с 45 тысяч до 80, он там расконсервирует свою технику, много чего делает. Вот какие ваши ожидания, прогнозы, исходя из анализа того, что происходит сейчас? Прогнозы делать это дело неблагородное, но есть ожидания. Да, ожидания, конечно же, есть. Ожидания, если говорить глобально, война будет, ее активность будет расти, я уверен, они будут уменьшаться. А если опускаться на микроуровень, то у нас у России есть силы для вот этого наступления, которое я в самом начале упоминал, северодонецк и как раз регион у нас Краматорц-Славянск, вот изюмское направление и так далее, опасное, они будут продолжать там давить до максимума, пока они максимально не захлебнутся, то есть какого-то договора остановки не будет. В тот момент, когда мы увидим, что там ВСРФ полосы остановились и даже Украина где-то отбрасывает кардинально, подрезает их, это говорит о том, что они полностью захлебнулись и забуксовали. И вот это будет происходить в ближайшие вот неделю, две, три, то есть весь июнь. Весь июнь будут идти напор, то есть они будут максимально переть все, что у них там осталось и есть, Украина максимально будут изматывать вот боями, пока они не забуксуют, то есть пока у них не будет уже просто сил, то есть они будут обескровлены абсолютно и измотаны. Я напомню, что у боевой единицы есть предел возможностей, сколько она может везти в боевые 10, это 30 дней. То есть если у вас есть какое-то БТГ российское, она воюет 30 дней без остановки, через 30 дней она начинает просто разваливаться, она не может выполнять боевые задания. Люди измотаны и они не могут функционировать. Его нужно ротация поменять, то есть вы должны вывезти это БТГ и заменить какими-то другими. Вот это у них проблема с этим есть. Даже если мы предположим, что сейчас они прикинули какие-то свежие резервы куда-то там по нашкрябали. И вот 30 дней это весь июнь. То есть к концу июня вот и надо чем-то заменять. Им нечем заменять. Им нечем заменять. Почему постоянно говорят про всеобщем мобилизацию в России, что без нее им никуда. Именно с этим и связано. То есть нужны люди. И просто нет. Вот. И дальше у нас открывается очень много всевозможных ситуаций. Это и попытка где-то отыграться, не знаю, какие-то высадка, сумасшедшаяся будет для них. Но высадка в Бессарабии убытка. Почему бы и нет. То есть я видел, что это будет безумие, их там разобьют и так далее. Но Кремль не предсказуемо абсолютно. После 24 февраля что год таких хотят ожидать. Это и Беларусь. Как я уже упомянул, да, вы сказали, что действительно Лукошенко занимается милитаризацией как раз границы и армии и всего остального тоже мог произойти как-то цепочка событий. То есть опять же, он человек не глупый и он будет стараться не влазить в эту всю войну. Но есть определенные факторы, которые указывают на то, что возможно влезть ему кажется предпочтительнее, чем не влезать. Поэтому нельзя исключать этого варианта. И я знаю, что Генштаб Украины не исключает его. Обратите внимание, что в Одессе, например, баррикады, заграждения их разобрали. Потом флот России после того, как пили крейсер в Москву и он полностью отошел на 100 километров от берегов, боится повторить судьбу крейсера, уйти за ним туда. И плюс у нас есть и Нептун ракеты, плюс мы получили еще противокорабельные ракеты. Мы видим, что опасность морского десанта под Одессой, оно минимально. Но с другой стороны мы видим, как украинское командование строит ПЛПСА обороны вокруг Киева. Возводило. Почему? Значит, есть угроза. Пусть даже маленькая, но она есть. Что на Киев могут снова пойти. Очень сильно повлияет исход боев за северодонецк и в целом вообще вот у нас Луганский, Донецкий и Минграница. Это все направление. Если он произойдет неудачно для Украины по течению месяца, к концу месяца, то вполне можно создать для России иллюзию, что вот еще чуть-чуть и ВСУ, и вообще и плюс политическое руководство оно коллапсирует. И они могут действительно заставить Лукашенко попытаться опять двинуться на Киев. опять же безумие, потому что даже 80 тысяч, которые говорят ему двоят армию Лукашенко, это недостаточно, чтобы не то, что захватить Киев, даже окружить его. То есть для вас нужна группировка в сотни тысяч солдат. вам нужно как минимум только 300 тысяч солдат с техникой свежих сил, чтобы подойти к Киеву, окружить его, да еще потом еще и взять. Окружить это только полработы. Но мы же видим, что там не всегда руководство с какими-то самыми рациональными, разведка у них не на самом лучшем уровне. Мы видим, что Россия прекращает даже близко, не думает. Но они понимают, что просто терять нечего. Они ввели все санкции, изолировали от мира. Так сейчас они все это прекратят и останутся санкциями, изолированные от мира. Так они хотят дожать Украину. То есть они будут делать все, видимо, чтобы ее дожимать. Тут просто такой момент очень важный, который может выверить это просто в головах российских элит. Путина, но не обязательно только его, всего кремлевского крыла, ястрелов, которые за войну. Они понимают, что у них неуспехи, их громят, их разбили под Киевом, они ушли, утопили крейсер Москва, им много чего плохого происходит, большие очень потери. Но они понимают, что война происходит на территории Украины, а не на территории России. Разрушается инфраструктура Украины, разрушаются города Украины, умирают граждане Украины, бегут из Украины украинские граждане, беженцы, миллионы уже, что устает социум общества Украины. В России же войны нет, спецоперации, это в Украине военное положение и война, тут каждый понимает, что война. В России, если ты живешь в Москве, и ты не интересуешься новостями, для тебя нет ощущения войны, ты не понимаешь, что есть война. Тебе никто не бомбит, у тебя нет военного положения, ну да, чуть-чуть там подорожают, какие-то продукты исчезли, Макдональдс закрыт. Ну, можно пережить, наверное, без Макдональдса можно как-то все-таки выжить, мне кажется. Это проще, чем когда у тебя бомбы как на Рюбле прилетают и просто тебя целую улицу там разносят и людей с живем закапывает. Вот. И они это понимают, они понимают, что дела у них идут не так, как хотелось бы, гладко, но пока война там и разрушается Украина, им это выгодно, потому что им нужна какая? Или Украина своя, или Украина никакая, вообще разрушенная, но не богатая, развитая и западная, как она вот изначально выбрала этот путь. И вот такой план у них вполне может быть. И он очень хорошо согласуется с логикой затяжной длины войны. Чем длиннее все это будет, тем больше будут разрушены инфраструктуры и всего. Потому что все, что они называют, вот они якобы там освобождают и так далее. Ну вот, северно-донецк, которые сейчас все о нем говорят. Это же город полностью, ну, стерт, там нет людей, там нет никого. То есть они просто возьмут руины. Попасная, которые они якобы освободили, это же ну руины. Хмариуполь, ну, без комментариев вообще и так далее. То есть очевидно, что тут нет попытки действительно как-то вот получить население, с которым как-то взаимодействовать, получить какую-то инфраструктуру, города, как-то их получить и так далее. Нет. Иначе все по-другому велось бы. То есть, если бы у них реально был такой интерес, они просто окружили бы Мариуполь и ждали бы там месяц, два, три, четыре, пока гарнизон не сдастся. Он рады ли бы в основном, любой гарнизон сдаётся. И тогда они получили бы город без разрушений или с минимальными разрушениями. Но мы видим, что это не их интерес. Их интерес это смерти, геноцид, убийства, разрушения и так далее. И просто иначе никак не объяснить, потому что никакой военной логики не было здесь именно утилитарной в том, что они делали в Мариуполе. Ну, тут просто нет никакой военной логики, абсолютно. Военной логики как раз-то осада. Вся история военного искусства. Вы осаждаете город и ждёте, когда гарнизон сдаётся. А крепость осаждаете. Но если вам не нужна крепость и её мощность, этой крепости, вы её разрушаете катапультами, балистрами и так далее. Просто равняетесь землёй и в поиске засыпало и так далее. Так это сделали с Мариуполем. Его не осаждали, мы просто разрушили. Вот. Это сумасшествие. Ну, вот, возможно, вот это сумасшествие и есть задумка Кремля. И почему украинское руководство, особенно после ГУЧи, поняли, что никаких переговоров с Россией может вести не будет. Они понимают, что это психопаты, как бы мягко говоря. И как с ней важно говорить? Ну, с кем тут говорить? Ну, это сейчас не мои слова, это вот подаляк буквально. Чуть ли не такими словами говорил. Вот. И я прекрасно понимаю вот здесь украинское руководство. То есть я почти уверен, израиль до этого вспоминали. Сказать, израильское руководство поступило бы точно так же. То есть кто-то пришел бы там из Ливана, Иран пришел бы из Ливана и разрушил бы Хайфу, убив там десятки тысяч евреев, как это было десятки тысяч в Мариуполе. Я, мягко говоря, то есть никто бы не вел бы то же переговоров бы до момента именно разгрома этих сил. То есть никто не говорил бы давайте заморозим, давайте прекратим и так далее. То есть здесь вот, кстати, ну, это не касается вопроса, это просто ремарка от меня. Политика у руководства украинского, оно логично, очень порядочное, правильно и не вижу по-другому, как можно было бы. Игорь, спасибо огромное. Спасибо, что нашли сегодня для нас время. Были очень рады вас видеть. Спасибо. Игорь Левин был сегодня с нами на связи, за что мы им очень признательны. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Это был Курлайф ТВ. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова